Продолжение следует... Продолжение следует... По швам, просто по швам. Ну и ладно. Главное, что внешнему виду это не мешает. Кое-где даже выглядит очень даже неплохо. Такой как будто шрам. Бороденка тресная. Ну и захожу я, значит, к ране. Я тут, блядь, блогер ничего не сменяет. Не без сутки. Тяжелая работа, да? Тяжелая работа, да. Я тоже. Давай вместе. Так вот, захожу я, значит, к ране. С идейкой сварганить новый тотем. А он мне вон какую диковину показывает. Говорит, что сам изготовил. Что ж, надо опробовать. Да? Да. Это рыбка, да, будет? Или вяленая говядина. Так, вот это... Кальмары. Это сыр. Семга. Семга. Соленая. Давай. За удачный проект. Да. Ты тоже, да, Настер? Ты тоже по сыру угаришь. Перед тем, как приступить к работе, надо провести инвентаризацию. Оценить, что пойдет в дело. Как оказалось, наш арсенал значительно оскудел. Вот она. Да. Минус шлифовал. Как так? Все, у нее... Она устала работать. А что именно там сломается? Я как сгорел. Все, она, короче, искрила. Она плавится со всеми пирогами, как положено. Мы откучим провод, потому что, мало ли, он может нам пригождиться куда-нибудь. Отлупить кого-нибудь. И... Куда ее. Вот. Беда не приходит одна. Говно. Одновременно с ленточной шлифовалкой сдохла еще и вот такая вот. Что же не без нее делать? Теперь будем. Да что там? Что мы с ней сделаем? Мы отпустим от нее так же провод. Она не сгорела. У нее тут, видимо, по ходу дела отвалился редуктор. Потому что там все пластиковое, беспонтовое. И в итоге она роганец как болгарка. А когда так ставишь, она такая. И ничего не делает. Только мы с нее снимем ее подошву, потому что она новая. Да, еще и шуруповер для сел. Надо чуть быстрее, чем руками крутить. Что еще сломалось? Потом у меня еще сломался рубанок. Это хуя. Но его лучше не бросать, потому что он пробьет тебя. Короче, ремень порвался. Все бы ничего, ремень, наверное, можно найти. Ну да. Ну да, но только рубанок-то советский. И ремешки-то здесь, блядь. Информация о нем, знаете, сколько? Нисколько. А когда его включаешь, блядь, так страшно. Блядь, такая дур-машина, блядь. А хорошие новости, я вот... Психонол и купил себе шлифмашинку. Епа. Ну, я ее не включал еще и даже без такого. Открывай, открывай. Ну, это красивее. А это, кстати... Питачок. Топ стоит за 20-30. Ну, господи. И они уже не электро, там, пневмо. Что, она грязная-то вся. Грязная продана. Надо сдать обратно. Охер. Все, деньги платят. Ебать. Смотри, приложение... Я даже в школе столько книжки не читал, такие большие. И все. Информасикля бусиа вибра-си-ща-жяма. Так, это нам очень сильно пригодится. В качестве. Бош. О, это еще Бош. Это еще оригинальная наждачка. Я думаю, она проживет его раз в 4 подольше, чем... Чем не оригинальная? О, прозрачная. Зачем? Это фильтр-бокс. Сюда опилки набивать, если ты вытряхиваешь. А-а-а. Но... Блеви... По факту... По факту надо... Пылесосик подсосать. ПВХ-трубу маленькую взять. Переходник сделать. Да, переходник с помощью фэна сделать. Врубай. Смотри, у нас еще кнопочка какая-то, пистолетая. Ну, короче, нет хода без добра. Старый инструмент освобождает место новому. Она не шумит вовсе. Она вообще никуда не шумит. И у брата никакого нет. Эксцентрика вышли в машинке не просто вращают диск, а еще совершают колебательные движения для более чистой работы. Эта штука нам поможет привести тотем в идеально гладенькое состояние. Но до этого еще вой как далеко. Мы отправились во второй гараж, где уже как год сохнет несколько бревен. Целых четыре, да? Как-то я хотел сделать себе кровать из них. Ну, вот они до сих пор тут и лежат. Ну, это-то все сухое. То есть, какие трещины есть, такие они останутся. Блин, просто в резьбе они, наверное, будут откалываться. Ну, что-то отколется, что-то не отколется. Ну, вот тот тотем стоит же. Хоть и потрескался, там все равно, в принципе, ничего так особо не отколется. Основное. Ну, вот еще и большая. Там снизу тоже есть. Ну, есть. Да и хуй с ним. Красота. Так, ну что, вот это тогда вытаскиваем, да? Да, давай. Сухая древесина куда охотнее поддается транспортировке, нежели свежака. Пытай на ровно субь вот еще, посмотрите. И это факт. Слушай, это легче, чем та береза раза в 10, наверное, да? О, как Рэмп, давай, как Шварц. Глядите, что вытворяет. Давай, бля, сюда иди. Вот так вот. Не дурно. С заготовкой определились. Пора задуматься о визуальной составляющей. Землю. Насколько она зайдет в землю? Насколько, чтобы она стояла. Вот столько достаточно? Да, я думаю, достаточно. В интернетах наткнулся на вот такую вот штуку. И уж больно мне этот узор понравился. Хочу перенести его на нижнюю часть тотема. Ну, а что тянуть? Я решил сразу трафаретик-то и замутить. Материалом для него послужат обои. Можно отмотать сколько нужно. Да и ширина подходящая. Они как будто созданы для этого. Чтобы не тратиться на распечатку картинки, подрубил проектор. Тут особой точности не нужно. Главное уловить последовательность кружков. Мне очень нравится, как это выглядит. И я неоднократно пытался сделать что-то подобное. Вот на матушке, например, задний фон. Узор, который я сделал на трубе. В подсказочках сейчас как раз все это можно посмотреть. На черепе тоже пытался нечто подобное изобразить. Это все из одной выперы. Похоже на кораллы. Или на пятна леопарда. А когда уже весь трафарет был вырезан, я заметил одну очень интересную особенность. Не, я не про то, что обои просто охрененно подходят для вырезания трафаретов. Дело в другом. Дорогие друзья, взгляните сюда, пожалуйста. Если для вас это выглядит неприятно, то поздравляю. Загуглите трипофобии. На верхушке столба будет находиться вот такой вот череп. Только резать его будем не на основной части, а на отдельном поленце. Если мы нарастим стока, чисто под голову, хватит ее? Ее можно даже какой-то угол ей дать. Ее можно вообще как голову, как череп сделать. Вниз так наклонить ее, да? Ну вниз, да. Блин, а тогда она высоту не даст. Если мы вниз наклоним. Не, ну если мы вот так, если мы вот так сделаем, ну, вот так, да? Как бы она высота-то все равно будет. Например, это голова. Треснутая, ну вот, блядь. Ну и затылок можно сделать. Это да, всему засверлить внутри, но все равно держать будет. Единственное, что мы можем сделать, мы можем сделать его в конце проволокой обвязать. Как может на шею, там может типа лихомут какой-нибудь или что-нибудь такое, знаешь, замутить, и тогда он будет, и тогда он дальше расходиться не будет. И что у нас получается по волну? По роста. Ну что, а вот на сток он будет закопан? Ага. Снизу. Ну вот такой высота. Ну вот этого достаточно, я думаю. Да, давай вот так. Больше не нужно. Ну и отличненько. Наметим его также с помощью трафарета. Кстати, в инстаграме уже лежит кое-какой материальчик, который вы увидите уже получается во второй части. Заходите, смотрите и подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ну и если видосик зашел, то на каналчик тоже подписку оформите. А лайк и комментарий от вас для меня будет лучшей благодарностью. Колокализация гарантирует попадание к вам новых видосиков прям с пылу с жару. И еще раз спасибо всем, кто поддержал покупку камеры рублем. Этим вы реально повлияли на качество дальнейших видео. Надолго не прощаюсь. Уже очень скоро продолжение крафта. Покедова.